В этом видео вы узнаете о кинематическом расчете планетарных коробок передач на примере коробки передач CF9HP. Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите канал Инженер. На канале уже есть видео о коробке передач CF9HP, в котором рассказано об устройстве эксплуатации, принципе работы и научных вопросах синтеза кинематических схем планетарных коробок передач. В этом видео, как было обещано, постараемся разобраться с кинематическим анализом на примере этой коробки передач. Для начала вспомним простейший планетарный механизм. Он может работать в 5 режимах. Остановлено коронное зубчатое колесо, солнечное зубчатое колесо, водила. Соединены два любых звена. Все звенья свободно вращаются. Когда звенья планетарного механизма свободно вращаются, такой механизм можно назвать дифференциальным. Связь частот вращения или угловых скоростей такого механизма описывается уравнением Виллиса. Теперь от одиночного дифференциального механизма перейдем к планетарной коробке передач. Можно видеть отдельные ее звенья, изображенные разным цветом. Выделены входное и выходное звенья. Имеются элементы управления. Три муфты и три тормоза. Имеются четыре дифференциальных механизма, в которые входят семь звеньев. Восьмое звено ни в один из механизмов не входит. В качестве индексов для скоростей звеньев примем следующее обозначение. 1 – солнце, 3 – корона, h – водила. Для первого дифференциального механизма уравнение Виллиса запишется следующим образом. Римская цифра в индексе – это номер механизма. Арабская или h – обозначение соответствующего звена в этом механизме. Греческой буквой ω обозначены скорости звеньев. Латинской буквой i обозначено внутреннее передаточное отношение от солнца к короне при остановленном водиле. Сейчас в таблице вы видите число зубьев звеньев дифференциальных механизмов. Так как угловые скорости солнца и короны при остановленном водиле в рассматриваемых механизмах направлены в противоположные стороны, то внутреннее передаточное отношение меньше нуля. Как видно из таблицы, из четырех солнечных зубчатых колес, три имеют одинаковые зубчатые венцы. Два коронных зубчатых колеса тоже имеют одинаковое число зубьев. Также здесь не показано, что сателлиты третьего и четвертого планетарных рядов одинаковые. Это пример унификации от немецкого производителя. Итак, вернемся к кинематической схеме CF9HP. Теперь запишем уравнение Виллиса для всех четырех дифференциальных механизмов. Теперь добавим дополнительные условия. В каждом механизме по три звена. Итого должно быть 12 звеньев. А у нас 7 плюс одно не входящее в механизм. Получается, что некоторые звенья из разных механизмов образуют одно звено в сложном механизме планетарной коробки передач. Эта связь описывается приравниванием скоростей звеньев из разных дифференциальных механизмов. Полученные равенства вы можете видеть на экране. Устраняя из уравнений скорости дублирующих звеньев, получаем следующую систему уравнений. Это предельная демонстрация научного подхода при изучении технических систем. Сначала конструкция коробки передач была представлена в виде кинематической схемы. А затем схема преобразована в систему уравнений. Теперь, исследуя только эту систему уравнений, можно предсказывать поведение реального объекта. Остался еще один шаг. Сейчас на экране появилась матрица переключения передач. Столбцы представляют номера элементов управления, а строки номера передач. Значками в матрице помечены комбинации элементов управления, задействованных на каждой передаче. Учет включенных элементов управления ведется следующим образом. Если звено соединено с тормозом, то его угловая скорость равна нулю. Если звено соединено муфтой с другим звеном, то их скорости равны. И можно исключить из уравнения еще одну или несколько неизвестных скоростей. Если звено ведущее, то его скорость при кинематическом анализе приравнивают к единице. В таком случае все скорости вычисляются в относительных величинах, а для нахождения действительных скоростей достаточно умножить действительную скорость ведущего вала на относительную скорость соответствующего звена. На первой передаче входной вал со скоростью 1 через элемент управления 2 соединен с короной третьего дифференциального механизма. Имеем запись омега 3 3 равно омега 4 1 и равно единице. Элемент управления 4 включен, значит скорость солнца первого механизма равна нулю. Элемент управления 5 включен, значит скорость короны четвертого механизма равна нулю. Подставляем в систему уравнений дополнительные данные в виде математического описания включенных элементов управления и получаем следующее уравнение. Здесь 4 уравнения и 4 неизвестных скорости, а значит такую систему уравнений можно решить, вспоминая школьный курс алгебры. Из четвертого уравнения можно найти скорость короны второго механизма. Из третьего уравнения можно найти скорость солнца третьего механизма. Из второго уравнения можно найти скорость короны первого механизма. Из первого уравнения можно найти скорость водила первого механизма, которая является выходным валом. Таким образом скорости звеньев определяются через внутренние передаточные отношения дифференциальных механизмов. Передаточное отношение первой передачи, как и любой другой передачи в коробке передач, и любой другой передачи определяется делением угловой скорости ведущего звена на угловую скорость ведомого звена. Подробное видео о кинематическом расчете коробки передач CF9HP смотрите на канале Инженер Ютуб. Видео доступно для спонсоров с уровнем «Приоритетный». Можно сразу выразить одни скорости через другие, чтобы понять последовательность решения уравнений. Посмотрите на то, как выражены скорости звеньев для первой передачи в зависимости от внутреннего передаточного отношения. Если учесть то условие, что внутренние передаточные отношения первого и второго дифференциального механизма коробки передач CF9HP одинаковые, то выражение для определения угловых скоростей можно упростить. Вот такие значения угловых скоростей получаются при подстановке значений внутренних передаточных отношений. Числа красного цвета указывают на номер уравнения, из которого получено значение угловой скорости. Ниже приведена зависимость для определения передаточного отношения первой передачи и его значения. Как уже было сказано, входным звеном является корона третьего механизма. Выходным водила первого механизма. Стоит отметить, что при выполнении кинематического анализа порядок нумерации дифференциальных механизмов и звеньев в нем не важно. Важно только соответствие скорости с заданным индексом конкретному звену кинематической схемы. Далее необходимо выполнить те же действия для случая включенной второй передачи. Определяем дополнительные условия с учетом включенных элементов управления. Записываем уравнение Виллиса с учетом дополнительных условий. Система из четырех уравнений содержит четыре неизвестных. Значит, неизвестные можно найти. После подстановки значений внутренних передаточных отношений определяем значение угловых скоростей и передаточного отношения для второй передачи. Вот так выглядят дополнительные условия для кинематического анализа в случае включенной третьей передачи. Далее расчет ведется по аналогии с предыдущими передачами. С демонстрацией условий уравнений и выражений для угловых скоростей для остальных передач можно ознакомиться в VIP-версии этого видео, которое доступно спонсорам канала Инженер с уровнем приоритетный. Пятая передача, как можно понять, из того, что на ней включены три муфты, является прямой и имеет передаточное отношение, равное единице. Все звенья вращаются с одинаковой скоростью. Для определения угловых скоростей некоторых звеньев на восьмой и девятой передачах, а также передачи заднего хода, необходимо выполнить более сложные действия, чем те, что были показаны. Но эти действия не выходят за рамки школьного курса алгебры. Подробное описание решения для восьмой передачи и аналогичных случаев имеется в дополнительном видео, которое доступно для спонсоров канала Инженер с уровнем приоритетный. Подставляя значения внутренних передаточных отношений в полученные зависимости, для передаточных отношений каждой передачи получаем их значение, которое можно сравнить с официально представленными CF. Как можете видеть, значения совпадают с высокой точностью. Уважаемые спонсоры, спасибо за ваш вклад в развитие канала Инженер. Для спонсоров с уровнем приоритетной, кроме VIP-версии видео, вам доступны другие материалы, в том числе 3D-модель кинематической схемы CF9HP и Excel-файл с вычислением передаточных отношений в зависимости от внутренних передаточных отношений дифференциальных механизмов. Не забывайте, что кроме кинематического анализа планетарных коробок передач, необходимо провести и силовой, чтобы знать, какие крутящие моменты действуют на звенья коробки передач и ее элементы управления. Чтобы узнать, как его проводить, подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого. Заносим в таблицу значения скоростей для звеньев на каждой передаче. В этой таблице номера звеньев соответствуют номерам звеньев в структурной схеме. В такой схеме, в отличие от используемой при расчете кинематических параметров, номера звеньев имеют определенную последовательность. Эта последовательность зависит от того, во сколько и в какие механизмы входят эти звенья. Нумерация звеньев показана на этой картинке. Матрица инциденций представляет собой математическое описание графа механизма планетарной коробки передач. В этой матрице значками отмечено, какие звенья входят в какой механизм. Глядя на матрицу, можно заметить, что второе и третье звенья взаимозаменяемы. Также взаимозаменяемы второй и третий механизмы. Но если рассматривать совместно с этой структурой расстановку элементов управления, а также входного и выходного звена, то эти звенья и механизмы не будут взаимозаменяемыми. Структура планетарных коробок передач – это тема для целого отдельного видео. Сейчас на экране показаны относительные моменты для элементов управления в зависимости от включенной передачи. Их можно определить при проведении силового анализа. Чтобы не пропустить видео о том, как его выполнять, продолжайте следить за полезными видео о технике и технологиях на канале Инженер.